Ловля на воблеры Ловля на средней Волге. Мы поговорим именно об этом типе приманок с человеком, которого, я уверен, многие из вас знают. Это Сергей Карпов. Сереж, привет! Бронзовый призер чемпионата мира, призер всероссийских соревнований, неоднократный призер и победитель региональных соревнований, а также победитель и призер турнира про Энглерс Лиг. И я надеюсь, что беседа с таким человеком многоопытным, у которого очень большой рыболовный и спортивный стаж, я надеюсь, всем нам сегодня будет очень интересно. Поэтому давайте начнем. И, Сереж, начнем, давай, пожалуй, с тобой с того, что поясним, почему именно воблеры, почему они и чем они хороши. Добрый день, дорогие друзья! Я, прошу прощения, я все-таки сначала представлюсь, да, и немножко расскажу вкратце о себе, о своей, как бы, рыболовной карьере. Меня зовут Сергей Карпов. Родом я из города Сызрани. Здесь, в Самарской области, всю жизнь живу, рыбачу, работаю. Значит, ну, скажем так, самая первая рыбалка, о которой я помню, это рыбалка, когда мне было полтора года. Меня родители брали на турбазу, и турбаза, собственно, когда еще спала, мне почему-то хотелось кричать. И, чтобы не будить соседей, меня отец брал за руку и вел на причал. Ну, и там, соответственно, были, находились рыболовы уже рано утром, которые давали мне в руки удочку, там, ну, чтобы я и там не кричал. Вот, и там первые рыбы, там, ерши, бычки, уклейки, никогда не забуду. Вот, первый опыт, в общем-то, ловли со спиннингом, ну, то есть, вот, рыболовный опыт, можно сказать, более 40 лет. Вот, а первый такой осознанный спиннинг, это где-то, когда мне было 10-11 лет, мы как раз на той же самой турбазе ловили окуней. Спиннинг бамбуковый, такой колесо, и даже не нервская катушка, это еще аналоги нервской катушки. Вот, и тогда я сразу сделал выбор, что спиннинг это мое все. Не хочу насаживать червяков, не хочу прикармливать рыбу, хочу активно перемещаться, бегать по берегу. Ну, и дальше пошло. Собственно, ловил с берега, с лодки, вот, и в какой-то момент надоел просто так рыбачить. Ну, это, собственно, наверное, каждый рыболов проходит такой этапы спиннинга, скажем так. Вот, захотелось поучаствовать в соревнованиях. И, как ни странно, первое соревнование, ну, позвали ребята, был в Сызрани первый этап проангерслиг. Вот, и мы с другом решили приехать, посмотреть, а как это спиннингом ловит спортсмены, кто это вообще такие. Поселились в домике на тот момент с известными спортсменами. Мы их, как бы, знали, так, по телевизору, по разным статьям в журналах, с Андреем Петерцовым, с Андреем Живиным, и, в общем-то, питерский экипаж, это был Саша Воробьев, технолог, и Сенер, всем известный, Серега Усов. Вот, и, собственно, даже интерес был не в самих соревнованиях, а интерес был в общении вот с такими известными рыболовными спортсменами. Ну, и с тех пор рыболовный спорт зацепил. То есть, мы там... А вы нацелёшь вопрос сразу, да, то есть, ты говоришь, это были твои первые соревнования. И давай сразу скажи свои впечатления. То есть, до этого у тебя была, так скажем, рыбалка, с этого момента произошёл щелчок, ты вошёл в спортивную жизнь, и вот, насколько велика разница, грань между этими двумя рыбалками, обычной и спортивной? Ну, вот в тот момент это был такой переходный период, а грань, она не просто была грань, она была какая-то такая... Вот если бывает свал такой резкий, да, с точки зрения рыболова, да, а бывает пологий. Вот это был такой пологий-свал, но вот на границе этого, так скажем, момента... На бровке. Да, на бровке. На бровке. На бровке. Мы как раз напарником задумались. Ну, неинтересно же всё-таки в конце концов ловить каждый день на одних и тех же местах просто так кучу рыбы, там, джиговую. То есть, на тот момент джиг это было всё, наше всё. Приезжаешь на точку, коряшка, она известная, ты её встаёшь, обрасываешь, либо поймал, либо не поймал. Вот, и мы начали задумываться. То есть, мы не снискали славу особой на том турнире. То есть, мы стали шестые. Выиграл его Ренат наш самарский, да, волейволов. То есть, все помнят, это, ну, триумфальный, так скажем, такой витап был. Самый первый раз. И выиграл Ренат с результатом, который держался очень долго. Вот. Но, в тот момент, пообщавшись, вот как раз вот с ребятами, которыми мы жили в домике, просто появился интерес куче снастей, которые мы даже никогда раньше не ловили. В частности, экипаж Петерцова и Живина, которые на том, в тот самый, первый-самый турнир, когда, помните, они сама такого здорового доставали, они ловили не только джигом, ловили ещё и воблерами. Вот. И они нам рассказали, что до этого я даже не предполагал, что воблер можно ловить в заброс. И ловить успешно. Это скрылся, я так понимаю, один из секретов. Да. Вот этих побед. Да. А ребята показали. Тогда у них был диповый воблер такой большой, шед. Они на него ловили там, где не клевало на джиг. Мы заинтересовались. И вот с тех пор, то есть, вот сейчас уже это более шести лет, а у меня каждую рыбалку, я пытаюсь разловить новый воблер, есть определённые успехи. То есть, получается, получается та история, то, что воблер – это зачастую та приманка, которая даёт результат значительно лучше, чем остальные. Или это не совсем так? Воблер – это просто очень вариативная приманка, и ей можно поймать ту рыбу, которую ты никогда не поймаешь на джиг, например. Или не поймаешь на железо. Можно подобрать воблер таким образом, что хищник, он соблазнится на эту приманку и обязательно её скушает. Вот поэтому сегодня мы и выбрали тему касаемо воблеров, потому что она разносторонняя и многогранна. Серёж, я предлагаю сегодня построить наш диалог таким образом и разбить его на несколько частей. То есть, давай поговорим вначале о приманках, какие они могут быть, о их роли, то есть, по форме, по цвету и так далее. Потом поговорим о той снасти, которая нам позволит этими приманками успешно ловить. И третьим моментом обозначим, и ты поделишься с нами богатым опытом того, как выбирать места, как ловить рыбу в конкретных акваториях. Замечательно. Погнали. Давай начнём с приманок, пожалуй, с одной из самых интересных тем. Давай. Хорошо, Александр, и уважаемые все гости, могу сказать так, что я сразу ограничусь только теми приманками, которые ловят крупную рыбу. Просто методика моих рыбалок или соревнований связана с тем, что надо поймать самую крупную рыбу в ограниченное время. Поэтому воблеры, которыми я ловлю, это те воблеры, которыми можно поймать рыбу трофейную. И ты прям специализирован именно, соответственно, на этом. Да, специализирован. Я не буду рассказывать про приманки, которые ловят небольшую рыбу. Это тоже очень интересно, но это вот просто... Ну, я, конечно, согласен. Я думаю, даже любому рыболову, любому человеку, который имеет отношение к рыбалке, всегда интересно поймать только самую крупную, самую толстую и здоровую рыбу. Ну да, конечно, конечно. В этом есть определённое удовольствие. Значит, так. Но начнём с того, что обычная классификация воблеров, то есть все её знают, да, это воблер минул, воблер шеды, воблеры крэнки. Ну, появились безлопастные воблеры, которые мы называем ратлины по, скажем так, названию первого подобного воблера, который сделала компания Раппелла. Вот. Ну, собственно, ловлю я четырьмя, всеми четырьмя, скажем так, видами этих приманок. Что касается... Давайте начнём, значит, с воблеров минул. Воблер минул для меня существует... Вот поверхностники тоже я исключаю сразу. То есть, несмотря на то, что на многих соревнованиях ловят небольшие поверхностники, всё равно это небольшая, как правило, рыба, попадаются, конечно, трофеи, но редко. То есть, я для себя определил, как, скажем так, объект моих исследований, это воблер минул размером, там, ну, они есть от 127 до 140 миллиметров. Как правило, это 130-е воблеры, можем их так смело назвать, которые заглубляются на глубину, там, примерно от полутора до двух метров. И воблер минул, другие, которыми я очень часто ловлю, это диповые минул от 90 до 130 миллиметров, которые ныряют на глубину от трёх и до четырёх метров. Подобными воблерами... Серьёзный подход, мне уже нравятся большие буратины на большой глубине. Ну, в общем, как-то так, да. Это что касается минул. Что касается шедов. Шедами я ловлю тоже диповыми. Это примерно ловлю ту же рыбу, как правило, это либо судак ночной, либо крупная щука вдоль бровок. Шеды, опять же, диповые, которые ныряют там от двух до четырёх метров. Вот. Либо это совсем диповые шеды, которые там до шести метров ныряют, но они, как правило, тяжело забрасываются из-за большой парусности лопаты. Поэтому их применяем очень редко, но всё равно иногда получается применять. А крэнки. Крэнки – это особая тема. Крэнки, конечно, есть поверхностники. Очень много поверхностных крэнков, которые я тоже люблю, которые можно поймать жереха, в том числе и крупного. Но основные для меня крэнки – это те, которые ныряют там на три-четыре метра, и крэнки, которые ныряют там глубже, от четырёх до шести метров. Вот. Соответственно, крэнки бывают тоже разные по размеру тела. То есть они бывают побольше, поменьше. Ну, то есть мы определим, что это средний и крупный. То есть размер тела. Ну, и ратлины. Четвёртые. Четвёртые, да. Четвёртые – это вибы, это безлопастные воблеры. Назовём их ратлины. Ну, условно, так всем понятнее. Вот. Ратлины. Вообще говоря, я люблю ловить любыми. Минимальный размер ратлины для меня – это 70 миллиметров. От 70 и до сотки. Вот. И, соответственно, веса совершенно разные. Там есть лёгкие, совершенно лёгкие, которыми ловишь водоёмок без течения на глубинах, на небольших, там, от двух до трёх метров. И, соответственно, тяжёлые до 50 грамм. То есть вот четыре. А теперь, Серёж, мы обозначили, да, классификацию. То есть вот четыре вида. Давай теперь посмотрим наглядно. Я вижу, что ты подготовился, принёс с собой коробочку, в которой лежат какие-то интересные вещи. И давай всем покажем и наглядно покажем. Но я сейчас, Александр, сразу прошу у всех прощения, потому что у меня единственная коробка, которая у меня сохранилась, это коробка, которая у меня лежит дома, которую я беру с собой, когда езжу со своими друзьями на рыбалку. Моя лодка на сегодня находится на Каме, на реке Кама. И все воблеры, соответственно, находятся там же. Их огромное количество. Просто нужно спасать ситуацию. Ребята говорят, что без меня напали скучно. Поэтому на второй этап поеду, а пролететь не хочется. И, собственно, съездил, потренировался и лодку там оставил. Я всё понял. Сейчас в тренировках к Палу ты находишься там и специально сюда не принёс тебе вещи, чтобы рассказывать никаких себе. Ну и не полить контору, да. Но вот эта коробочка, она у меня всегда дома лежит. Я всегда с ней, с друзьями езжу на рыбалку. Ну вот, давайте так. То есть вот, скажем так, воблер минул, который основная масса, можете посмотреть, взять, смотрите, да. То есть это Балисонг, Рудро, 128-й Макс Квад. То есть это те воблеры, на которые, собственно, делается результат. Результат на многих соревнованиях. Вот если посмотреть, последний результат Пала, то одна из рыб, экипажем, занявшим третье место, была поймана вот на подобный воблер, вот примерно в такой расцветке. Вот там в прямом эфире всё это было видно. Это в тот момент, когда джиг молчал полностью. Ну то есть вот такие вот воблеры, они ныряют в зависимости от производителя. На полтора, один из семь. Можно заглубить на два метра. Не стесняйтесь. Вот тоже реальный представитель этого семейства. Я потом про каждый в отдельности расскажу. Вот там они по-разному сделаны, разные технологии, разные. А вот давай сейчас сразу провокационный вопрос. Ты сейчас нам показал несколько вариаций минул, да? Скажи нам приманку номер один. Ту, которая тебе нравится больше всего и которая работает, возможно, лучше остальных. У тебя есть вот любимая? Есть, конечно, видишь, прицепился. Но это не самая любимая, на самом деле. Давай, показывай, что это. Самая любимая, вот эта моя приманка. Немножко в другом цвете. В каком? Давай на подробностях всё. Хорошо. Такого цвета я здесь не вижу. Это... Я же говорю, всё в лодке, чтобы не раскрывать. Да, да, всё в лодке. Ну, можно сказать, что есть цвет Маттайгер, а есть Ред Тайгер такой. Красный оттенок. Красненький, да. Вот с красным оттенком мне очень нравится. И очень нравится ещё зелёно-коричневый оттенок. Это вот что-то такое, да? Ну, красный, красный, красный похожий, да. А вот зелёно-коричневый, ну, примерно вот такой вот цвет есть. У Джекала фирменный цвет. Вот он примерно вот в таком цвете, но он с такими полосочками. В общем, так, друзья, смотрим. Скажем так, самое главное, что это воблер Москва, 128-й. Не зря их в продаже давным-давно, как бы, их очень сложно найти. И когда я их вижу, и когда они у меня подвыбиты, я их обязательно покупаю. Вот. Но чаще у моих друзей. Особенно очень много в Ульяновске таких воблеров, как ни странно. Вот у моего одного знакомого я в магазине скупил почти все макс-клабы. Он, так скажем... Чем хорош? Он очень хорошо управляется. Заглубляется как до двух метров, так и при твиче вверх, и можно ловить на глубинах метр двадцать. Даже на метре можно и ловить. А это воблер, которому выиграно много очень соревнований. И очень много рыб, которые у меня, например, пойманы. Значимые рыбы были пойманы на этот лоб. Вот. Ну, аналог... Он есть в 128-м размере, а есть в 115-м размере. 115-й размер тоже очень иногда выручает, когда рыба не сильно активная, и когда малечек небольшой совсем. И вот он, 115-й, выделяется из общей массы малька, и рыба его очень активно кушает. Подбирая размер, мы подбираем, соответственно, уже и то, что нам больше рыбе в этот момент интересно. Классный его берчет. Опять, при общении с своими друзьями, я просто на что обратил внимание. Что именно этот воблер, не важно, как проводить, на самом деле. То есть, его можно дергать хаотично. Его можно дергать с какой-то определенным ритмом. Его можно с два-три рыбка, один рыбок, без разницы. Можно просто на равномерной проводке. То есть, этот воблер, он не требует определенных навыков и знаний. То есть, любой начинающий спиннингист, воблерист, может на этот воблер поймать рыбу. И, собственно, мне его, честно, не стыдно никому никогда сказать. Но об этом очень многие знают. То есть, вот такой воблер. Есть очень похожий на него воблер, который мне нравится чуть меньше. Это вот воблер Болисон. Очень похожи они по характеристикам. Но на моей практике тот ловит. Я, наверное, тем просто больше ловлю. Вот, скажем так. Он мне раньше в душу запал. Вот еще вот так. Вот, например. По сравнению с этими воблерами. Вот эта новинка, так скажем, прошлого года. Здесь вот, в этом воблере, есть капсула. Вот. При правильном забросе, мультовой снастью, эта капсула перемещается в хвост приманки. И она очень далеко летит. Это воблер реранч называется. Реранч 130-й. В чем фишка этого воблера? Я его долго пытался раскусить. Он идеально управляется. То есть, его можно прямо проводить, как ты хочешь. Любое там боковое покачивание, любое там продергивание. Этот воблер, конечно, очень классно управляется. И его фишка, это ловлю судака и окуня. Крупного окуня. То есть, его очень любят судака и крупный окунь. А что по заглублению у него? Ну, он полтора метра в среднем ныряет. То есть, можно чуть глубже, можно чуть меньше. То есть, макс квад, он, ты говоришь, глубже, это поменьше. Чуть поглубже не верит, да. От ловлю судака и окунь? Да, любой расцветки. Мне больше даже нравится расцветка у реранча естественная. То есть, такая серебристая расцветка. Очень мне нравится этот воблер. Когда есть на водоеме крупный окунь и когда судак стоит на глубине 2 метра, даже 3 метра, он поднимается от ловлю кушек. С большим удовольствием. Ну, щука тоже его очень любит, но по щуке все равно вот макс квад мне больше нравится. Но это вот мое просто мнение такое личное. Эти же все воблер. Есть еще вот из этой серии обязательно у каждого из пеннигистов в коробке должны лежать поинтер 127-й. Обязательно 128-й поинтер. Но, возможно, кто-то там любит мегабасы, тоже в этом размере. Но, вот, рудро, балисонг, макс квад, ну и поинтер, скажем так, это обязательно должно быть в коробке каждого спиннингиста. Да, это обязательно в коробке каждого спиннингиста. Так, давай идем дальше. Следующий тип. Дальше. Нельзя забывать, что вот есть вот эти 130-е условно воблеры, а есть их младшие братья, которые тоже обязательно должны быть. Вот новинка этого сезона, это вообще фантастика на сегодня. Это, ну вот один у меня остался вот в таком цвете. Какой любовь это, говоришь? Я их все оторвал, к сожалению. Это тоже реранч. Значит, этот размер 110-й, по сравнению с тем, гораздо меньше. Но при этом он ныряет на ту же самую глубину, и он собирает немножко другую рыбу. Когда рыба не хочет брать вот эту вот приманку, она очень активно кормится. И, как ни странно, вот этот воблер по щуке у меня даже обыграл 130-й реранч. Но это вот, опять же, мой опыт. Вот, классный воблер. То есть, я почему про эту серию заговорил, то есть, соответственно, у MaxQuad есть 115-й MaxQuad. Ну, здесь вот нет у меня его с собой. И у поинтера есть 112-й поинтер. То есть, это вот как раз вот линейка воблеров чуть короче по длине, но, опять же, заглубляющихся примерно на эту же самую глубину. То есть, это тоже должно быть. То есть, это вторая серия. Начинаешь 130-ми, потом, да. Ну, мельче воблерами я очень редко ловлю. Просто мне такая рыба, ну, как правило, неинтересна. Ну, и на соревнованиях с ней хороший результат не сделаешь, к сожалению. Да. Так, дальше, Сереж. Дальше. Дальше про минухи, которые тричевые. Пока, наверное, остановимся. Дальше про воблеры минухи, которые, которые диповые. Так, вижу их. Несколько лет назад я вообще диповую мину не ловил. Ну, я считал, что это троллинговые приманки. Ну, как-то вот негде было особо ловить. Да и незачем считал. Вот. Но в определенный год успехи моих друзей, это даже не соревнования. Мне начали поступать информация, что ловится ночной судак. Ночного судака я и так всегда ловил. Ловил там наджик, ловил, значит, из берега, из лодки. Вот. А мне начали ребята рассказывать, что ловится судак ночью. У нас в Самаре вроде бы, как бы, никто особо этим не занимался. То есть, вообще, очень мало было информации. И, как ни странно, это был Петя Денисов. Когда приехал первый раз в Сызрань, он мне рассказал, что в Сызране он очень много ловит судака ночного. На воблеры. И первый посыл, собственно, был от него, как ловить примерно. Ну, как ловить, я попозже расскажу. Пока к воблерам. То есть, это нужны диповые минухи. Самый главный аспект должен быть, качество воблера должно быть состоять в том, что он должен при очень медленной проводке, очень медленной, задаю информацию, которая важна, да. Он не должен сбиваться с игры. То есть, его заглубление в зависимости от ловли места, от места ловли, да. То есть, от двух метров, там, до четырех метров, иногда глубже они должны нырять. Но очень важно, чтобы вот при проводке, прям самой медленной проводке, когда ощущаются колебания воблера, он не срывался. Влево-вправо. Вот. А из опыта, то есть, те воблеры, о которых мне рассказывал Петя, они ловили, а дальше я начал там анализировать, систематизировать, подбирать разные воблеры. Мой самый любимый воблер на сегодня, вот такой. Небольшой воблерочек. Называется доуз вида. На сегодня пойман самый большой, ну, мой личный судак, самый большой ночной, пойман на этот воблер. Сколько килограмм стежишь? Килограмм сколько? Ну, он что-то был, около 8 килограмм. Вот я сейчас детали не помню. Вот, ловили мы с Максом Дубковским, Сызрани. 8 килограмм, они вообще бывают такие? Ну, около, да, около 8 килограмм. Он был 7. Он заглубляется, его можно заглубить и на 2,5, но в среднем он на 2 метра, так скажем, ныряет. Примерно равномерной проводки, тоненькая лесочка нужна, тоненькая лесочка. Вот, и струя течения должна быть. Летит, шикарно летит, а его судаки просто обожают. Иногда смотришь, вот судак ни на что не реагирует. И вот этот воблер, он идет в темноте, фонарик светится, видно воблер отсвечивающийся. У меня зеленый воблер, который немножко светится, ну, такой яркий. Его видно в свете фонарика, и за ним два глаза таких идут постоянно. То есть, два глаза, которые светятся на дне, и в момент, когда ты его начинаешь... Подожди, Сереж, то есть, я понимаю, да, то есть, мы ловим на вполне вменяемой глубине. Да. Ты уже заканчиваешь проводку, уже собираешься его вытаскивать из воды, и ты видишь, как вот, получается, что судак, он стоит на поверхности такой, или он поднимается, вот, как из глубины за воблером. Ну, есть разные мнения по этому поводу. То есть, ну, в среднем глубина ловли у нас, например, это от 4 до 6 метров. А среднее заглубление воблера от 2 до 3. Соответственно, судак берет в толщу воды ночью. То есть, это понятно. Он там именно плавает, или он со дна вот поднимается? Скорее всего, он там и плавает, какая-то часть, а какая-то поднимается. То есть, как правило, это происходит в тот момент, когда вот на эхолоте ты стоишь, вечером встаешь, например, на какой-то полив, условно, там, 5 метров закоряженный, и на нем рыбы-то не видишь. Встаешь, смеркается, ловишь джигом, кидаешь, рядом с бровкой обязательно, рядом с глубиной, рядом с сильным течением. Вот, и в какой-то момент на эхолоте начинает появляться рыба. То есть, это та белая рыба, лещ, плотва, густера, уклейка, чекунь. Вот именно на косе именно она появляется. Она начинает идти с глубины на косу ночью. Да, то есть, по всей видимости, за ней идет судак. Как он идет? Чуть ниже нее, с ней вместе, охотятся постоянно в толще воды. То есть, сказать на самом деле сложно. Я для себя принял решение, что он, скорее всего, и на дне, и в толще воды. Но, в любом случае, даже тот судак, который на дне, он ночью очень чутко реагирует на приманку, которая выше него. Потому что он находится и кушает эту рыбу. Ну, максимальная степень активности. То есть, вот в тот момент, когда начинает появляться белая рыба на эхолоте, появляется и судак, начинается подклевка. Соответственно, в какой-то момент белая рыба затихает, и судак тоже затихает. И он такими выходами. То есть, за ночь 3-4 выхода. Родился вопрос, да? То есть, мы сейчас говорили о минов 130-х на 110-х. Сейчас мы говорим о диповых минов. А вот вопрос. А вот нельзя вот этого ночного судака ловить не диповыми вот этими минов, а вот 130-ми моделями? Или они не доходят до той глубины, глубины где он? Можно. Можно. Есть опыт даже ловли подобными воблерами, но, как правило, это на Москва-реке. То есть, немножко они не так сильно заглубляются, и их предназначение другое. Их предназначение всё-таки твич-дёрганье. То есть, они не такие устойчивые на вот этой вот сильной струе. Да, на струе, на течение. То есть, в этом вот при ловле ночного судака их недостаток. А вот ночному судаку именно что больше нравится? Когда воблер там рывками резко двигается, или когда он более плавной проводкой? Совершенно плавная проводка. Очень медленная, прям вот небольшие, слабенькие колебания. И в какой-то момент остановочки. Может быть, в какой-то момент чуть поддёрнуть. Чуть поддёрнуть. Ну, теперь понятно, почему они выигрыши. Да, соответственно, как бы, этот вот воблер, он просто 90-й. Это мой самый любимый воблер. А вообще, я ловлю, начиная от 80-х и заканчивая 130-ми воблерами. Но 130-е очень плохо летят. Ну, в частности, там, можно взять воблер, всем известный Юзурик, который там 6-метровый глубинный. То есть, он тоже ловит, но он очень плохо летит. Парусный смешает. Да, ну, где-то на совсем глубоких коряжниках ночью мы иногда ловим. На 8-ми метров, например, закидываем, тоже можно ловить. Эти воблеры чем хорошим? Ещё есть, ну, он не аналог этого воблера, есть у Шакала, например, воблер Smash, Smash DD, который идеальный просто по судаку. Есть небольшие шеды, ну, это для примера просто. Есть вот такой шед, он тоже ловит. Ну, скажу так, самый первый мой воблер, которым я ловил, это был Юзурик. То есть, это был 90-й Юзурик. Там он был в серии для рынка Hardcore, он называл. Дуэл Хардкор. То есть, это сделано для европейского рынка. Он нырял на 3,5 метра. Соответственно, но вот эти воблеры, тот воблер, обыгрывают. Потом появились другие, и, соответственно, вот я теперь остановился вот на этих. То есть, два основных, Doe's Widow и Smash DD. Вот я другие сейчас редко кидаю, если там какой-то новый хочется разловить. А, был еще один интересный воблер, который идеально просто работает на струе, но зараза совсем не летит. Это был воблер HMKL K4. У них серияка большая. Да, идеально. То есть, он 4-х метровый, он даже глубже нырял. Идеально на струе себя чувствовал, но не летит вообще. То есть, вот, к сожалению, к сожалению, да, если его по течению спустить, ну, это вот просто долгая рыбалка. Вот эти воблеры, в отличие от того, и хорошо летят, и хорошо себя чувствуют на струе. То есть, вот, это, значит, вторая серия. То есть, с минул, в общем-то, так скажем, с теми, которыми вот довелось сталкиваться, закончим. Потому что много поверхностников, много там трейлинговых всяких там серий, много тонущих, много там... Но именно твоя тема, это... Моя тема, это ловля на Волге, на течение ловли крупных рыб. Серьезная рыбалка, одним словом. Ну, да. Без баловства. Теперь, самая халявная рыбалка для всех рыболов, которую любят очень американцы. Американцы прям тащатся от этой рыбалки с ловли крэмками. Берешь приманку, бросаешь ее, смотришь, насколько она заглубляется, проверяешь ее где-нибудь и все. И медленно вращаешь. Казалось бы так, на самом деле все совсем по-другому. То есть, что такое крэмк? Это приманка, активно работающая на определенной глубине. То есть, ты ее забрасываешь, она очень быстро заглубляется и идет по определенной заданной глубине. Как правило, они все плавающие. То есть, упираясь в какое-то препятствие, вот он вот так вот идет, крэмк вибрирует. Ты чувствуешь это касание, отпускаешь, он всплывает. Дальше ведешь до следующего препятствия. Как правило, поклевка крупной рыбы всегда происходит в момент касания воблера. Какого-то препятствия. То есть, вот просто поджига может нам все исколесить и сбить. Не будет рыбы клевать. Забрасываешь крэмк, он в коряжку уперся, ты его отпустил и в этот момент его щука. Ну, как правило, это щука, то есть, в моей практике. Она его кушает. То есть, два тройника, но мы имеем возможность проводить его, я так понимаю, даже в сложных коряжеских условиях. Да, да. Вот, например, подобными приманками очень известные рыболовы из Дубны выиграли, да, этап пала. Причем они его выиграли огромными трофеями, не поймав даже десять щуп. То есть, по-моему, у них два окуня было еще за два дня. Вот. Точно так же там, где все джиговали, мы наблюдали за этим процессом. Бросаешь крэмк, коряга, восьмикилограммовый щука в лавере. Вот такое вот откровение. То есть, американцы называют крэмки idiot bait, да, то есть, там, приманки для идиотов, кидай и вращай. А оказывается, что это не idiot bait, а те приманки, которые могут помочь выиграть такой серьезный турнир вообще. Да, и очень многие крэмками ловят, на самом деле. Крымки, как правило, работают в теплой воде. То есть, эта приманка теплой воды считается. Когда рыба очень активна, летняя приманка, но она часто помогает и зимой, и весной, ранней, и осенью, поздней, и даже в декабре. Иногда я ловил крэмками рыбу достаточно успешно, когда она не клевала вообще ничего. Вот, подобная приманка. Это, соответственно, на 4,5 метра выигрывает. Масковый дип 4+. Да. Ну вот из таких приманок, из крэмков, стоит выделить приманки, которые с телом большим и с пухлым. А есть приманки с маленьким телом, но с большим все равно заглублением. И приплюснутые такие полушеды, полукрэмки. То есть, вот в зависимости, опять же, от предпочтений рыбы и от силы колебаний. То есть, чем приманка меньше, тем у нее колебания, так скажем. Более мелкие. Чем объемнее, тем она более широкая. Амплитуда поменьше, частота тоже поменьше. То есть, она и малочастотная, и малоамплитудная колебания. Вот. Ну, опять разделить эти приманки, вот я для себя классифицирую те приманки, на которые я большую, крупную щуку пытаюсь поймать. Это, как правило, крэмки, которые ныряют на 3+, но, как правило, это 4 метра, 4,5, 5 метров. То есть, вот, из всех приманок, как бы, стоит выделить, там, несколько у меня фаворитов. А, значит, ну, самый главный фаворит, который я последний, ну, последний год просто очень много им ловлю. Вот он весь покусанный. Но вообще их уже очень много и поотрывал. Хотя отрываются они, в общем-то, с трудом, учитывая, что они всплывают нормально. То есть, не так часто их отрываешь, как может показаться, но все равно отрываешь. То есть, это маскал дип шакаловский. Вот. В этом же формате мой любимый крэмк, это комбат крэмк 400. Ну, можно сказать, что и 320. Но чуть поменьше ныряет. 320 можно сравнить с дилкой. Можем так сказать, что вот начнем по крупной рыбе, если от 3 метров, от 3,5, то вот дилка и 320 комбат. Очень мне нравится Мегабас Грифон. Очень нравится. Четырехметровый можно сюда же отнести. Бисфитчер четырехметровый. Тоже практически у всех ленингистов должен быть в коробке. А вот следующий, это уже вот эти вот крэмки 4+. Ну, и сюда же можно отнести, кроме комбата 400-го, 480-го, наверное, еще DeepX300 от Мегабас. Это, наверное, один из самых известных крэмков, который очень далеко летит. И очень стабильно ведет себя, собственно, и по глубине, по заныриванию, и рыбу очень четко собирает. Соответственно, есть куча, масса мелких крэмков, которые ныряют на метр, на 0,6, на 0,8, на полтора метра. Для поимки крупных, больших щук я их не использую. Можно ловить жереха, головля, окуня. Окуни очень любят крэмки, кстати. Окуни прям обожают эти колебания мощные. Но крупную щуку я на них просто не ловлю. Типаж мест немножко другой. Хотя на чемпионате мира, не помню, какая-то сборная крэмками во втором туре. Будные ваньки, да. Нет, нет поверхностных крэмками вдоль травы. Какую-то рыбу там собрали. И, в общем, для нас это было откровение, если честно. Мы крэмками не ловили. Слушай, Сереж, а правда, что рыба, которая реагирует на крэмку, то есть там, неважно, там, щука, судак, окунь, это та рыба, которая максимально активна, и которая зачастую не считает этот объект пищей, а реагирует именно за счет того, что он акустический эффект очень сильный дает, и за счет своей игры. То есть она реагирует на то, что она ее раздражает. Это правда? Очень много в интернете об этом ходит в спору. Как ты считаешь? Ну, на самом деле, это вопрос такой философский. Который мы никогда не узнаем. Достаточно спорный, да. Понятно, что рыба реагирует боковой полосой, понятно, что ее вот эти мощные колебания раздражают, и она на них каким-то образом реагирует, и вполне вероятно, что она просто конкурента отшугивает, и иногда именно бросается как на конкурента. Ну, например, там, вот этот объем крэмка, он, несмотря на то, что сам по себе очень объемный, если он еще врезается в корягу, от которой там пятно мути огромное такое поднимается, то есть вполне вероятно, что щука может среагировать на него как на конкурента и атаковать. Вот два различия в размерах и по геометрии, по шире, по объемнее и по уже. Так, Сереж, и вот одна из моих любимых тем, я вижу, вот в дальнем углу коробочки у тебя лежат кратлины. Показывай. Да, к сожалению, здесь вот... К сожалению, приходится показывать, да? Всех моих любимых нет, да. И, к сожалению, здесь самый мой любимый, который не хотелось бы всем полить, но ладно. Возьмите крупным планом, пожалуйста. Расскажу, да, расскажу. Вот этот ратлин, наверное, ну, за последние полтора сезона, это самая частая приманка, которую я вообще забрасывал в воду. И зимой, и летом причем. И осенью, и весной. А очень жаль, что вот ее не везде можно забросить, и она весит просто немногим более 12 грамм, по-моему. Она весит, да, такая. Это называется приманка TM-Slim 8. 80. То есть она размером 80 миллиметров. Я сначала расскажу вообще про все ратлин, а то спалю сейчас все, конторно. Да, все на них будут ловить. Ратлины у меня в коробке появились очень давно. Друг мой, который, отец, который у меня когда-то в детстве учил рыбачить, а друг мой со мной рыбачил, вот мой одноклассник, на какой-то из дней рождения подарил приманку, безлопастной воблер. Она у меня очень долго лежала, и как-то зимой, когда вообще ничего не клевало, она мне попалась на глаза, и так решил попробовать. И как-то странно, но поймался у оку не голавль. Очень странно. Голавль, на тот момент было странно, да. Не балансиры, ничего не помогали, значит, там вокруг на мормышке люди ловили, ну не клевало. То есть это было зимой? Это первый опыт пораты на зиму? Первая зима, да, то есть он был небольшой, это какой-то вот такой, видимо воблер, даже не знаю, какого производителя. Вот, и после этого на одном из собраний Самарской Федерации рыболовной, один из, в общем-то, известных у нас рыболовов, предложил мне половить большую приманку. Это был лунцовый ратлин, назывался он эскалибр. И, в общем-то, подарил мне этот ратлин, я ему объяснил, что зимой ловил, он говорит, на, попробуй, ты, никогда не забудешь. И, когда, где-то через месяц, я к нему приехал в Самару и сказал, давай я куплю все, оказалось, что их нет, их сняли давно с производства. Вот, тогда, тогда мы их начали собирать по интернет-магазинам, собрали, потом оторвали, потом опять собрали, оторвали, это было, наверное, года 4 или 5 назад, я просто начал пробовать, ловить на всякие разные вот эти вот приманки. Чем они мне понравились? То есть, во-первых, это необычно, он далеко летит, ему лопасть не мешает при забросе, они есть разной глубины, его можно опустить совершенно на разную глубину, там до 10-15 метров, если нет сильного течения. Вот, а те, которые ратлин на течении, я стал ловить, они вообще позже появились, когда вообще тогда не было. В-третьих, на них ловилась именно та рыба, которая не ловилась на джиг. То есть, его можно было провести по-разному, можно было выше дна провести, и можно было джиговой проводкой, равномерной проводкой провести. И самое интересное, что эти приманки очень любят вообще все рыбы. То есть, ты ловишь, например, щуку, а тут попадается судак неожиданно, жерих неожиданно, голавль, окунь, ну, вся, вся рыба реагировать на эти приманки. Вот, и, в общем, начали на них ловить. Соответственно, сейчас опыт большой, я думаю, что немногие рыболовы пока еще вот эту тему для себя осознали, прочувствовали. ты говоришь, это давность, вот, там, пять, шесть, нет, 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 нет. Да, то есть, это вот у нас джиг-то развивался несколько десятилетий, да, дойдя до пика своей, когда все люди знали, что это такое, и приманки. А здесь вот, так понимаю, и десятилетия нету, да, вот этим приманкам, когда они уже, наши рыболовы, вообще начали на них ловить. Это совсем недавно произошло. Ну, в общем, как-то да. И, вот, теперь успехи, вот, по ловле Ратлина следующие. Буквально, буквально, был сражен один из конкурентов на отборах на чемпионат мира, когда он меня спросил, а на что ты ловишь щуку? Я ему говорю, на Ратлина. Он думал, мы над ним ржем. Прямо, реально, он на дна метра. Ну, а Серега не брет, он безу не кидает. Человек очень, очень успешно ловил судака, он однозначно лучший человек, лучший рыболов по ловле судака в России, ну, один из лучших точно, с Жигом. И когда мы у него на глазах в туре ловим, вот на такой, вот именно на эту приманку щуку размером 4 килограмма, на Иванке таких щук немного, мне кажется, он после этого просто перестал рыбать. Но, он думал, мы его обманываем. Мой напарник в лодке попросил, попросил привезти все Ратлины, которые у меня есть, и до сих пор им неуспешно ловят на Десногорке. То есть, вот эти, вот эти Ратлины, это реально, лучшая, наверное, приманка по ловле щуки, которая не клюет на остальные виды. То есть, вот если на что не клюет, берешь вот эту приманку, и на водоеме, где нет течения, на любой глубине, и на, ну, я самое глубокое на 10 ловил, но вообще комфортно ловить 4, 5, 6 метров. Сереж, а вот давай прям вот нам четко в лоб, вот ты говоришь, она лучше, то есть, вот в твоем арсенале. Почему? И за счет чего? То есть, Ратлинов-то много, ты сам сказал, почему именно вот это вот? Это лучшее при ловле на водоеме, где нет течения. Где нет течения? Где нет течения, потому что она легкая. А почему она лучше? Но она идеально летит при забросе, не так часто захлестывается. У Ратлинов есть одна беда, они при забросе часто захлестываются. Тройник захлестывается за леску. Здесь тройничок немножко по-другому. Его можно и сюда повесить, но вот при таком расположении монтажа тройника он редко захлестывается. А при этом есть возможность и перевесить всего, да? Да, его можно перевесить, конечно. А следующий момент. У него вот здесь вот вольфрамовый такой вот носик. И при проводке спиннинговой он наклоняется вниз и идет вот так примерно. Ну вот так, можно сказать. То есть тройники не цепляются за... Вот. При этом этих тройников достаточно, чтобы рыба не срывалась. Две недели назад, рыбалка, на джип не клюет вообще ничего. У меня два человека, два моих друга, в лодке из Балакова, которые ловят только на джип. Я им говорю, давайте на Ратлин попробуем. Нет, не заставишь нас ловить на Ратлин. Я бросаю. Шесть забросов, четыре щуки. Они были в шоке. То есть вот реально были в шоке. Вот. Правда был красный. Они тоже все... Ты тоже забрали все Ратлин у тебя? Нет, у меня их нету. То есть те Ратлин, которые забрал мой напарник, это все, что были в магазине. На тот момент... Да. То есть у всех... У всех... Ты не галочист. Ты все скупаешь. Нет, у меня-то их не было, да. То есть у меня в коробке было там несколько приманок, пять, они одного... Разных цветов все были, а те, которые двух цветов, их не было. Вот, слушай, Сережа, вот ты сейчас рассказывал про эту историю, да, с балаковскими друзьями. А ты говоришь, четыре щуки поймал. А вот цвет, именно вот по щуке, то есть мы всегда хотим... Ну, вернее, не всегда хотим, а наиболее желаемый объект ловли это щука у любого рыболова, да? Вот по щуке, по Ратлинам цвет. Вот. Вот опять же, до этого момента мои любимые цвета были, это был Матайгер и был такой ярко-зеленый, как бы фон Матайгера, такой полу-лимонный такой, ярко-зеленый цвет. А Матайгер, то есть чтобы... Да, вот такой... Это что-то... Вот это вот как-то вот... И вот примерно такой расцветки был еще у меня... Вот, до этого момента. А это был, собственно, последний раз красный цвет, Ред Тейгер, можно его назвать, да, то есть он прям красный с полосками, с такими желтыми. но вообще вот этот приманка она работает во всех цветах которые у меня только были так самое интересное что научил на эту приманку меня ловится вот поэтому спасибо большое но вообще как бы это мы остановились на обозначим вот лучшее ты сказал по на данный момент вот за твои эксперименты это tn slim приманка которая там ловят где течение либо нет либо она очень слабая что нам делать там где течение когда мы хотим сюда капать на большой глубине для этого есть целая серия приманок которые по сути это полу рад им полу цикада то есть они очень узкие очень мало сопротивляющиеся лобовому сопротивлению то есть вот здесь вот у вас аналоги я посмотрел есть но вот подобные приманки очень классные приманки они прорезиненные они очень долго живущие вот но они бесшумные при этом без шариков да то есть это бесшумные приманки очень классно ловят есть надлосы подобные но буквально в прошлом году компания джекл взорвала рынок вот такими приманочками тригон это называется джекл тригон так вот покажем они были в трех размерах но для нашей для средней волги подошел размер 70 они вот в таком собранном виде он весит 31 с половиной грамм но его изначально когда они пришли они были без крючков весили в унцию поэтому позиционировали по-разному всегда вообще это это приманка весит 31 с половиной грамм за счет вальпрамового шарика вот этого вот она очень классно работает на течение при этом она объемная и шумная аналогов этих приманок нету а но вот эта приманка по судаку в этом году по холодной воде сделал джек 1 3 то есть три к одному сделала эта приманка джек и еще три к двум сделала все остальные ратлины которые мы умудрялись до дна делали я сейчас заметил серьезно что мы какая четко ты обозначил да что крэнк это по теплой воде хорошо работает ратлин уже получается мы можем применять и вот холодный он может бомбить вот такой ратлин на течение которое работает да то есть вот этот ратлин по теплой воде точно так же как кран работает идеально то есть это приманка теплой воде то есть ратлин это вообще круглогодичная приманка и зимой отлично и летом жару и осенью и весной но их есть огромное количество разновидностей в чем прикол вот этой именно модель вот эта модель мы определили это методом нигде японцы об этом никогда не говорили делаю проводку и рассказываю друзьям вот это остров такой-то это остров такой-то а вот смотрите льдины плывут но это прямо буквально лет только сошел и там секунд 5-10 там допустим держишь лес в этот момент следует удар дым есть сюда там опять второй раз третий раз начали делать паузу специально то есть он когда ты его тащишь против течения он падает на дно и вот так вертикально встает и за счет течения не падает а за счет груза стоит вертикально вниз рыба не очень активная по ледяной воде и она в паузе клюет лет именно в паузе то же самое ну примерно также я думаю что примерно также работает весной мандула примерно также и пролог это вот отличительная особенность именно вот этой приманки но это вообще фантастика приманка летом на нее суда и судаками у меня как бы не особо сложилось зато и очень отлично жрет щука на сильном течении на камень сейчас приехал скаму жрет жрет щука это я хотел рассказать про ратлины которые работают на сильном течении есть еще целая группа ратлинов основных которые работают на среднем нашем течение летом ну нет к сожалению сказал уже да что приманка к сожалению не взял мой любимый ратлин это лаки крафт лв 500 он весит унцию он размером как раз семидесятка на течении среднем волжском в районе сызрани в самаре может быть он улетит на 5-6 метрах идеально работать то есть вот вот этот ратлин соответственно из калибра которых всю америку пришлось купить то есть все интернет-магазины я не знаю только у тебя нет но еще где-то где-то еще остались наверно у меня их много и больше пятидесяти на всех расцветках которые они только были только из калибра и на последнем кубке россии где мы в призы попали в собственный скалибр как ни странно большой ратлин сотка был пойман судак на щучьем месте любимом месте многими самарскими спортсменами там ловилось только щука ратлин забросили поймали судака на полторашку у всех на глазах когда ничего не клевал то есть вот вот так вот интересно то есть то что не клевал на джип попалась на поэтому вот на самом деле основные приманки безлопастные выбирают это все-таки среднее течение наверное и это глубина среднего ты составить щука составить сюда 456 там может быть 7 метров просто их здесь нет ну как пример можно вот он правда поменьше это что это т.н. 60 то шакалов пирата он потяжелее чем 80 при этом умение парусный и можно ловить по большим глубин его на рыбинке окуни просто мимо не пропускаем логическая цепочка по глубине идет сначала т.н. slim потом т.н. 60 и еще глубже т.н. тригон это вот так получается